МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Со временем любая профессия меняется, в том числе и библиотечная. Сейчас библиотекарь – это сотрудник, который не только управляет библиотечным фондом, но и проводит тематические мероприятия. А многие из них сами начинают писать и издавать книги. Наши сегодняшние гости – заведующая Центральной библиотекой Марина Андрианова, расскажет о том, как она стала библиотекарем и как открыла в себе талант писателя. Во-первых, я с детства хотела стать педагогом, играла в куклы, сажала их, ставила им отметки. Ну и моя мечта воплотилась в жизнь, и я стала учителем в начальных классах и учителем истории. И так получилось, что вот это образование мне позволило поработать в разных местах, потому что действительно педагогическое образование, оно настолько всестороннее, что, в принципе, ты можешь заниматься чем угодно в жизни. Ну, кроме, конечно, каких-то технических вещей, технических навыков минимум. Хотя нас учили и заправлять кинопроектор, и мы фотографировали, даже проявляли фотографии, печатали. То есть, в общем, так скажем, всесторонне развитым человеком я стала благодаря педагогическому училищу. Потом уже училась в педагогическом институте на историка. И я отработала в школе некоторое время, даже выпустила несколько классов. И так получилось, что это были как раз конец 90-х, в общем, не очень хорошее время. Я вышла после декрета, и ну куда податься бедному педагогу, да? Я пошла в туризм. Очень неожиданно, но, тем не менее, так получилось. Это была интересная работа, но я так поняла, что все-таки мне хочется заниматься культурой. Вот. И так вышло, что я попала в музей. Музей вы прекрасно знаете, это горки Ленинские. Вот. Я там возглавляла экскурсионное бюро пару лет. И мне настолько нравилась работа, потому что, во-первых, у тебя рядом исторические объекты потрясающие, да? Ты можешь водить экскурсии. У меня, опять же, напомню, историческое образование. Я могу это делать. И плюс еще, конечно, общение с людьми. Конечно, люди разные приезжали. Это тоже было интересно. Очень много там разных телевизионных проектов было. В общем, мне нравилось. Но так получилось, что музей закончился в моей жизни, и я искала работу. В общем, как-то долго это получилось, там, в районе нескольких месяцев. И тут я случайно просто в соцсетях вижу фотографию «Внимание, розыск». Она настолько была яркая. Вот мы сейчас тоже ищем библиотекаря к нам в отдел. И мы поставили ту же самую фотографию. Я подумала, может быть, так же кто-то увидит, как я когда-то. Шесть лет назад это было. И я написала в соцсетях, просто в комментариях, а может быть, я тот, кто вам нужен? И мне начальник библиографического отдела написала, а может быть, приходите. Я пришла на собеседование, рассказала, что я умею, потому что все-таки опыт работы в «Горках» дал мне колоссальную какую-то базу такую. Потому что я могла организовать любое мероприятие. Потому что у нас мероприятия там были достаточно масштабные. Там фестиваль имени Зыкиной, например. И джазовые сезоны в «Горках» я тоже начинала. Мы начинали вообще с маленькой сцены около усадьбы. Там было, я не знаю, человек 300, наверное, зрителей всего. И, конечно, директор увидела мой послужной список и говорит, а давай-ка ты здесь будешь библиотекарем и будешь организовывать мероприятия. И вот так вот я пришла сюда к главным библиографам и стала организовывать разные мероприятия. Очень много всего было. В общем, за эти шесть лет масса проектов, очень много клубов по интересам. Мы сделали всякие концерты, спектакли, боже, лекции. Ну, чего только нет. Ну, и, конечно, я вожу экскурсии. Так что любой контент, друзья, к вашим услугам. И сейчас очень популярны, например, интеллектуальные игры, квизы. И я их тоже разрабатываю, делаю. Так что приходят и семьями, приходит молодежь. Им всем интересно. Они, конечно, играют. И библиотека стала таким центром притяжения. Это хорошо. Я не говорю прямо благодаря мне, но, тем не менее, какой-то маленький вклад я сделала. И этим горжусь. Вам нравится ваша профессия? Конечно, мне нравится. Я больше скажу. Я же уходила отсюда на полгода в другой Федеральный музей. Неожиданно, да? Так получилось. Меня пригласили в Театральный музей Бахрушина. И я пошла туда, поработала, попробовала. Там тоже было очень интересно. Это был такой тоже совершенно другого плана опыт. Но это настолько далеко от моего дома. И ты едешь постоянно, сидишь в пробках. Ну, в общем, не очень хорошо. Ну, в общем, директор опять позвонил мне, говорит, вот освободилось место заведующего отделом обслуживания. Я подумала, я сидела, думала два дня. Потом такая, ну, это же библиотека родная. Я там все знаю. Ездить недалеко, потому что я живу в Орехово-Борисово. Здесь всего 9 километров до библиотеки. Даже если машина сломалась, я могу сесть на 364-й и доехать спокойно до работы. Очень удобно. Поэтому я все взвесила. Потом мне очень нравится коллектив. Здесь у нас собрались близкие мне по духу люди. Я такая, хочу к своим. И вернулась. Ну, раз я вернулась, понятно, что, конечно, мне нравится моя профессия. Мне очень нравится. Мы же не только книжки выдаем, да? Ну, и опять же, советовать книжки, да, что почитать. Мне тоже нравится. Но организовывать всякие мероприятия, участвовать в каких-то масштабных проектах. Иногда это министерские проекты. Иногда это проекты губернаторские. И я премию губернатора тоже брала один раз. И в прошлом году стала лучше по профессии. Так что считаю, что раз меня отметили, то я, наверное, все-таки на своем месте. Как вы пришли к тому, что вы начали писать книги? Я считаю, что работая в библиотеке, ты просто обязана что-то писать. Ну, во-первых, ты постоянно все равно какие-то прессы после релиза делаешь, да, для мероприятий. Но скажу честно, у меня есть подружка, Катя, вот. И она однажды сказала. Ты знаешь, вот есть такой писательский марафон, марафон авторов. Это тоже в соцсетях. Ну, вот ты пишешь неплохо, попробуй. И благодаря Кате, в первую очередь, конечно, да, вот она. Вот благодаря Кате я поучаствовала в первом марафоне. И я не помню, выиграла я его или нет, по-моему, нет. Но мне это так понравилось. Мои маленькие истории отметили. И потом мы уже стали участвовать в более масштабных марафонах, где порядка трех тысяч человек участвуют. Представляете, да? Три тысячи авторов пишут. И когда из трех тысяч авторов выделяют тебя, как автора, и читают твои тексты, и практически не правят их, а там есть такая история, что, ну, что-то советуют, да, что-то исправить, где-то как-то вот, ну, подкорректировать твое произведение. Вот. И я стала выигрывать эти марафоны. Один, второй, третий. И такая, так, ну, значит, я неплохо пишу. Что вы писали конкретно? Что это было? Ну, сначала я писала, ну, там задания просто даются. Марафонных заданий. Какая-то тема. Вот. Вот сейчас я участвую в марафоне, и там задание внутренний конфликт. То есть есть в старителлинге есть такое понятие, как конфликт истории, да? То есть это, ну, без этого история не пишется. А здесь дали задание внутренний конфликт героя. Сначала я писала обо всем. А потом я поняла, что у меня получается с юмором неплохо. Вообще юмористические истории, вообще вот этот жанр, комедия очень тяжелый. Мы можем проследить по всемирной литературе, что авторов, которые пишут именно в этом направлении, их мало очень. Ну, у нас это Чехов, Аверченко, Зощенко, Ильфа Петров. Сейчас современные, вот, недавно ушедшие от нас Слава Се, Нарине Абгарян, Чеширко. В принципе, их мало. Цыпкин еще, да? Александр Цыпкин. Все. Ну и, да, Надежда Тефи, конечно. Надежда Тефи. Ну и зарубежная там, о Генри. Вот. Все, ты, их все равно ты можешь, вот, перечислить, пальцев на руках хватит. И почему этот жанр сложный? Потому что ты довести до слез человека можешь, рассказав любую слезливую историю. А ты попробуй рассмешить. Тяжело. Тяжело. Это не просто тяжело. Я даже сомневаюсь в себе, то есть, когда я публикую какой-то рассказ, я думаю, вот, пока я пишу, мне уже все, мне уже не смешно. Я, так, хорошо, давай проверим. Я пытаюсь сначала, ну, сначала там, может быть, на друзьях, да? Тренируйся на кошечках. Сначала друзьям покажу. Они прочитали. Такие, о, так это прикольно. То есть, если я услышала слово прикольно хотя бы, уже нормально. Вот, потом я публикую в соцсетях. И я посмотрю реакцию людей. То есть, если читатели мне какой-то отклик дают такой положительный, не только положительный, а еще вот, ну, чтобы они, ну, действительно сказали, ой, я так давно не смеялся, да? Или там, как смешно, как же ты, Маруся, умеешь, да? Вот. Тогда я понимаю, что рассказ зашел. Или история, там все. То есть, она понравилась людям, и это людям смешно. Вот. Ну и все. А потом уже можно как-то эту историю дальше публиковать. Вот, например, у меня есть рассказ, я печатала его в видновских вестях наших, «Как пионеры хомяка хоронили». Сначала я его везде, где можно, прочитала. Вот. Но так как он очень объемный, я его в соцсетях не могла опубликовать. Вот. А потом я его опубликовала на «Прозеру». И там другие авторы начали мне писать. Ой, что за милоту вы написали? Ой, так здорово. Там вроде бы и смешно, и вот про советское детство. И какой-то такой получился и добрый рассказ, и с юмором. Вот. И я подумала, теперь можно его и в сборник, и куда угодно. Вот. Потому что в сборнике, вот мы, например, с авторами, с которыми я познакомилась в интернете, мы издали вот такой сборник в прошлом году. «Чай с бегемотом» называется. Ну, «Чай с бергемотом», да? А у нас «Чай с бегемотом». Вот. «Бегемотик такой сидит». И мы решили, что вот эта антология несерьезной прозы, она у нас будет теперь, ну, постоянно выходить. Вот. Следующий у нас будет «Назад в СССР». Потом следующий сборник будет посвящен путешествиям. Вот. Сейчас пока вот все, что связано с чаем, с домашними какими-то хлопотами и так далее. И вот у нас там несколько авторов, которые вот сделали вот такой сборник. Вот. Кстати, его можно почитать спокойно на «Ридеру» бесплатно. Эта книга – очень интересная история насчет этой книги. Вообще, когда ты издаешь книжку, хорошо бы, чтобы она была иллюстрирована. У меня есть иллюстратор, прекрасная Оля Меркулова. У нее сегодня день рождения. Хочу ее, пользуясь случаем, поздравить. И она, ну, она потрясающий художник, но это другой художник Наташи Ефремова. Мне ее тоже посоветовали. Сказали, вот Наташа ищет автора. У нее уже нарисована книга, но нет текста. То есть есть только идея. Я говорю, ну ладно, попробуем. А Наташа, она прям, ну... Вы прям под картинку писали текст? Да. Она мне выслала прям вот в PDF всю книжку. Книжка для ребенка или для взрослого? Это сказка, это сказка, но она сказка такая. Может, и ребенок ее прочитать? И взрослому это будет тоже интересно, потому что... Ну, потому что здесь... Да, она с юмором, она про любовь. Вот. Да, как и Кибора, Болотная искала свою любовь. Вот, да. Вот. Ну, в общем, мы... Ее на Озоне можно, кстати, купить. И мы с Наташей как-то вот решили попробовать. И я написала, когда текст, она сказала, слушай, я показала своему мужу, а ему вообще не угодишь. Ему так понравилось. Все, в общем, издаемся. И вот, ну, надо понимать, что издательство к тебе просто так не придет и не скажет, ой, давай издавать твою книжку. Потому что это вложение, это реклама. Вот. Спасибо Наташе, что она вложилась. Вот. И, ну, только вот купив книжку, можно, в общем, вернуть, так скажем, Наташине деньги. Вот. Но на самом деле потрясающие иллюстрации. Здесь они сами по себе с юмором. Вот. Поэтому здесь даже ничего выдумывать не надо было. Какая-то юмористические? Ну, я... Есть еще стихи, например. Со стихами все прозаичнее. Потому что я считаю, что человек... Ну, хотя я хотя бы училась писать прозу. Где вы учились? Ну, много где. Есть, опять же, например, такой прекрасный блогер Екатерина Чубукина. Сторителлингу я училась у нее. Вот. И, в принципе, я считаю, что... Ну, как вы открыли для себя вот этот дар писать? Не все же могут писать. Ну, я же говорю, что попробовала, да? Получилось. Потом так... А-а-а. Так, давай попробуем, значит, с юмором. Давай попробуем вставить какую-нибудь шуточку. Потому что история юмористическая, она может быть... Сама история смешная. А может быть несколько шуток внутри. То есть история не смешная, а несколько шуток внутри. То есть разные могут быть приемы применяться. Поэтому здесь уже смотришь, да, что тебе больше подходит именно вот к этому рассказу, например. Но вот мы с прекрасными нашими литераторами нашего городского округа издали вот такую азбуку Витовского края. Спасибо нашей администрации. И, конечно, каждый первоклассник получил такую азбуку. Здесь про все наши прекрасные достопримечательности, про наших героев, про улицы. В общем, интересная такая книжка краеведческая. И здесь я написала несколько статей. Вот. Ну, мы это называем статьи. На самом деле, я тоже здесь в жанре старитейлинга писала. Потому что это все-таки дети, и им хочется воспринимать материал более облегченно. То есть когда это сухо написано, вот в таком-то году построено такое-то здание, это никому не интересно, даже взрослому это не интересно. А когда, например, вот у нас есть здесь герой Леша Краеведка, он одноклассникам рассказывает, что он узнал про наши достопримечательности. Вот. И он там едет, например, на велике со своим папой в горки Ленинские. И папа ему начинает рассказывать историю вот этого поселка, горки. Вот. Мне кажется, мы справились. У нас даже азбука переиздавалась в том году. Вот. Что вас вдохновляет? Вдохновляет? Наверное, вдохновляют сами читатели. Потому что, когда ты видишь обратную связь, и когда ты понимаешь, что ты для кого-то это делаешь, вот мне, знаете, иногда в упрек ставят, ну, какие-то участия в моих проектах каких-то бесплатные, да? А вот, для чего ты вот это делаешь, для чего ты вот это? Я говорю, ну, я же вижу, что люди... У нас есть, например, наше юмористическое шоу, да? И когда я прохожу мимо консьержки своей дома, и когда она говорит, Мариночка, ну, я же посмотрела вчерашний выпуск, ну, я же ухохоталась. Вот это тебя вдохновляет. То есть не то, что ты там хочешь прославиться, или ты хочешь, я не знаю, получить какие-то деньги. Нет. Когда вот простой человек тебе говорит, Марина, я посмеялась, ты мне доставила удовольствие, ты подняла мне настроение, все, на этом точка, больше мне ничего не надо. Вот. И, наверное, ну, может быть, конечно, я стану знаменитостью, да? Тогда мы уже в другом ключе поговорим, да? Вот. Но пока мы скромные писатели. Вот. Приходите в библиотеку, друзья, читайте книжки. И читайте наши книжки тоже местных писателей. Вот. У нас есть прекрасное литературное объединение имени Филиппа Шкулева. Вот. И мы стараемся что-то для вас интересненькое написать. Екатерина Вапник работает в Центральной библиотеке, заведующей информационно-библиографическим отделом. Как сказала Марина Андрианова, именно с ее подачи началась ее литературная деятельность. Запрещенная сети Инстаграм. Там я участвовала в текстовых марафонах. То есть мы писали тексты различные, различных жанров, различные направленности. Там и юмористические, и стори-тейлинг. Это были и интервью, и так далее. Вот. И я предложила Марине поучаствовать вместе со мной, чтобы было интересней. То есть там выкладывались задания тоже на различную тематику. Либо какие-то давались там усложнители. То есть там, например, на одну букву. Или там не использовать в тексте прилагательных. И нужно было написать текст вот с таким усложнителем. Марине это понравилось, заинтересовало. Мы стали вместе участвовать. Вот. Поначалу там, по-моему, она не сразу заняла там первое место. Но потом она начала вот прям развиваться. Она втянулась. Она уже начала побеждать и в одном, и в другом, и в третьем. Вот. И потом вот начался ее путь. Сотрудники Центральной библиотеки продолжают организовывать в ней интересные мероприятия. Ученики первого же класса из Видновского художественно-технического лицея смогли попрощаться с азбукой. Ведущий библиотекарь Оксана Овшинова провела для них развлекательную программу. Ежегодно в стенах вот нашей библиотеки мы приветствуем ребят-первоклашек на праздники прощания с азбукой. Они приходят сюда нарядные, читают стихи. Мы предлагаем им программу интересную, праздничную. И вот таким образом проводим время. Поздравляем их, вручаем им медали, дипломы в связи с окончанием изучения азбуки. Когда мы представляем библиотекаря, то воображение рисует даму в очках в строгом костюме с волосами, собранными в пучок. И, конечно, она только и делает, что выдает книги. А вот и нет. Современный библиотекарь совсем не такой. На этом наш выпуск заканчивается. С вами была Юлия Стаферова. Увидимся в следующей программе «Страница 17». До новых встреч!